всем привет сегодня 27 февраля приехали на маркизы остров хива оа для того чтобы подготовить лодку спустить ее на воду и пойти по маршруту лодка была в относительно грязном состоянии все помыли сделали единственное есть сложности серой частью крыши вот на этой наклейки часть что-то не отмывается в лэзи бэки заметили вот такое вот скопление хвороста мелких веток скорее всего что птицы натаскали это гнездо надо идти все это убирать вот такую подлянку нам тут птицы устроили в парусе да видал я в гиках такое раньше всякий мусор наволокли но хоть сами не откинулись уже хорошо ладно сейчас будем убирать все это все остальное вроде нормально наше отсутствие лодку переставили перед нами поставили другой катамаран сегодня с утра дочистили днище от остаток ракушек старых и сейчас заказали работу по нанесению не обрастайте вот так вот выглядит подготовленный корпус все гладенько остатки ракушек убраны наносим такой же тип не обрастайте сама полирующаяся правда другого бренда хемпель вот ребята уже начали ее наносить цвет оставили черный будем наносить два слоя не обраста . вот она как выглядит когда все готово свеженькая красивенькая покрыли два слоя хватило 10 литров даже вот в банке еще чуть-чуть осталось когда будем спускать лодку вот у нас там прячется маленький ящу то надо закрасить эти места здесь прям перед спуском сегодня целый день льют дожди нашей деревне грязю к полная то есть чтобы пройти надо преодолевать такие вот препятствия виде луж и грязи ладно нам туда пока не надо идем на лодку посмотрим как нам починили рули вот она свежачок необходимо еще винты покрасить специальным средством зарастания вот наши рули вода течет люфты присутствуют но минимально это уже в опорных кольцах вот он новый трос здесь все остальное по старому поменяли только троса здесь убрали фаски чтобы не царапало потому что подозревали что все таки было касание в этой части могу перетирать потому что кусочки тросиков именно вот здесь валялись но с той стороны еще и поменяли треснувший квадрант вот лежат старые части треснувший квадрант и оборванный трос надеюсь что теперь нам прослужит долго все это исправно очень душно в лодке хотя сегодня идет дождь температура 32 влажность 72 это считаете очень комфортно ставили такие осушители перед отъездом осушитель даже полностью не сработало что-то в нем еще осталось хотя вот столько воды взял воздуха очень хорошие штуки всем рекомендовано ставить также стали ловушки для тараканов 1 2 маленький ящер какой-то залез все это выбрасываем больше нам это не нужно сдавали вещи в стирку получили бельишка свежая цена у стирки конечно не кислая 5 долларов за килограмм но в данной ситуации другой альтернативы у нас нет неплохой вид на бухту лодок значительно больше чем когда мы пришли в октябре и они стоят даже в незакрытой части до вот этого волнореза больше тридцати пяти лодок было два дня назад но только сегодня с утра ушло четыре и сейчас вот еще в течение дня одна так что ротация постоянно есть прибывает бывает какие-то ветки постоянно сыпятся хотя деревьев нету вот дождь прошел опять ветки куда они берутся непонятно опять спускаемся в машинное отделение смотрим что у нас тут есть ремонтировали мы помпу охлаждения вот эту потому что она текла сейчас проверим уровень масла не забываем это делать уровень в левом моторе хороший спускаемся к правому тут же и генератор все проверяем в этом отделении гораздо тесней так как близко стоит генератор вот как раз он и новенький квадрант замененный соединено вроде правильно трос через верх тут через низ колесики ролики натяжка непонятно какая должна быть может быть и посильней пилот подключили ладно масло у нас тут заходим магазин чтобы закупиться продуктами которых нам в данный момент не хватает на лодке цены здесь очень кусаются прям очень поэтому берем всего по минимуму даже не знаю какой отдел повернуть чтобы удивить допустим соки запятую переносим на 2 это будет доллар и пусть 3 доллара спрайт 6 долларов пиво банка 3 доллара вина 16 18 выбор есть Немного, не мало, вот такую корзину набрали, 5 баксов. Кока-кола, молоко, цены более-менее 1,5 доллара, хлопья, 4 доллара, 10 долларов хлопья, 9 долларов хлопья. Все плотно. Ладно, идем на кассу. И вот настал понедельник. Нас должны скинуть на воду. Перед нами раздвинули лодки. Делают они это довольно быстро. Загнали телегу под наш катамаран. И сейчас будет все готовить к спуску. Вот на таком миллиметраже пытаются нас вытащить. Просто анриел. Дальше еще якорь. Афару, афару, афару! Следующее препятствие якорь. Но это вроде бы решаемо, его можно снять. Другой момент. Это нос. Тут тоже все на миллиметрах. Примерно так. Сейчас мы пытаемся преодолеть преграду между катамараном и вот этой яхтой. Сняли уже якорь, якорный роульс. Но пролезть никак не можем. Но шансы появляются. Было одно касание, даже два. Аброульс той яхты. Успел фанерку подставить. Вот след. Так бы это было. Двремятина раз. Всего два на яхте. Ну вот, наконец, мы близки к воде. И сейчас начнем касаться ее. Пченки пытаются успеть уйти, пока мы тут все не перегородили. Трактор подстраховывают еще лебедкой с тросом, чтобы не утянуло все это в воду. Все, мы на воде. Разворачиваемся. Идем на стоянку. Может, вначале проверим моторы. Выйдем чуть-чуть. Ах, бедный. Ах, бедный. Ах, бедный. Ах, què на это? Продолжение следует...